Привет, друзья! Меня зовут Василий Вишневский. Сегодня я расскажу о том, какие камеры использовать для наблюдений за гнездовой жизнью птиц в скворечниках и в синичниках, в искусственных домиках, которые вы сами смастерили, у которых снимается для этого крыша, и можно понаблюдать за птицами. Самое главное, я расскажу не общемировой опыт, а только свой конкретный, потому что я использую в первую очередь, такие камеры, которые дают достаточное качество, с моей точки зрения. И такие камеры это GoPro Hero, серия GoPro Hero, начиная уже с GoPro 4 Silver, уже неплохое 2.7K они дают, а 4K дают отличное, начиная с GoPro 5 Black. GoPro 4 Black тоже дает 4K, но они менее стабильны в работе, в этом режиме. А вот из всех GoPro, которые сейчас есть на рынке, по стабильности, самая надежная до сих пор, сейчас уже вышла GoPro Hero 11, самая стабильная до сих пор вот эта маленькая камера GoPro Hero 5. У нее единственный недостаток, на мой взгляд, это то, что она хуже пишет звук, хуже, чем более старшие модели, начиная с шестерки, семерки, уже гораздо лучше пишется звук на камерах GoPro, а вот у нее похуже. Но что меня всегда удивляет в ваших вопросах, друзья, когда вы спрашиваете про то, какую камеру я ставлю скворечник, это то, что вы спрашиваете, какую камеру, но не как я ставлю. Хотя этот вопрос, на мой взгляд, гораздо более сложный в техническом чисто плане, как установить камеру-скворечник. Причем, имеется в виду, конечно, не специально для этого предназначенный скворечник, а обычный, у которого вот откидывается крышка на петлях, как у меня. И поначалу я достаточно долго использовал просто обычную деревянную линейку, которая изолентой или еще чем-то, какими-то ремешками, крепил камеру вместе с рамкой и установленной макролинзой, потому что, например, в синишниках нужна еще макролинза плюс 4 или плюс 10, которая вот так устанавливается, и камера ведет наблюдение. Ну и самое главное то, что я подключаю внешнее питание вот этой камеры GoPro Hero 5 Black и ставлю карту 256 гигабайт, и ее хватает в 4К 30 кадров в секунду на 8,5 часов примерно. Это достаточно много, даже на протяжении одних суток можно вести наблюдение. И я так и делал для новых для меня в наблюдении видов птиц, например, вот вертишейка. Я подробно исследовал ее гнездовую жизнь, когда она первый раз загнездилась в одном из моих синишников, крупных больших синишников с диаметром литка 3,5 сантиметра. И потом уже, потом я, можно сказать, посмотрел, как делают установку камер на постоянной основе в скворечниках. Сверху над литком делается такая надстройка. Ну и я подумал, а что мне мешает сделать то же самое, но только временно. Поэтому я сделал вот такой деревянный короб. Вот он. И его открываю крышку у синишника или скворечника и у него устанавливаю прямо сверху. А здесь снизу отверстие у меня для камеры и, соответственно, крышка, через которую можно посмотреть и настроить установленную камеру. Вот сюда ставится GoPro, прикручивается. Вот. Единственное, что очень тесно я сделал все здесь, можно было бы, например, какую-то перегородку сделать посвободнее. И вот так камера устанавливается. Очень четко настраивается ракурс. Самое главное, в отличие от линейки, линейку устанавливаешь, когда ракурс, она перекрывает часть экрана камеры. Трудно отрегулировать, трудно настраивать. И еще минус у линейки в том, что, соответственно, камера будет внутри выступать. Ее может быть даже видно из литка на влете. Если слишком маленькое расстояние между крышей и литком, то камера выступающая может пугать птиц. Здесь, по крайней мере, скворцы пугаются. Пугаются, если камера внутри скворечника. А если сверху, на уровне крыши, то, в принципе, вот такая система позволила мне поснимать скворцов. Как раз впервые на гнездовании, внутри скворечника, при установке уже после вылупления птенцов. Да, еще важный момент, то, что если вы устанавливаете камеру вот так эпизодически, то важно аккуратно это делать, потому что, например, в период насиживания яиц птицы могут бросить кладку. Такое, в принципе, возможно даже для доплогнездников, хотя это, конечно, редко случается у них. Почему я советую в первую очередь камеру GoPro Hero 5 Black? Потому что она работает даже когда очень сильно перегрелась. А, естественно, в закрытом пространстве, особенно когда на улице жарко, когда нет вентиляции, температура работы камеры получается очень высокой. Но, повторюсь, 4К 30 кадров в секунду может все 8 часов камера проработать. Это при том, что рядом еще установлен источник освещения светодиодный, который дополнительно греет камеру. А другие, более старшие модели, они вот такой стабильностью похвастаться не могут. Хотя иногда могут проработать, если ветерок, если прохладно, и GoPro Hero 10 Black, и 8 Black. Причем 8 Black даже кажется мне более стабильным в работе в 4К 30 кадров в секунду. Она может писать 4К 60 кадров в секунду, но она перегреется примерно через минут 40-50 работы. Даже если на улице градусов 18, все, GoPro 8 перегреется. Поэтому еще один вариант работы GoPro 8 Black, это режим работы в режиме видеоловушки. Я об этом отдельно рассказывал, как сделать видеоловушку, чтобы камера писала GoPro только в период появления какого-то движения перед экраном, перед камерой. Вот в этом режиме можно использовать. Кстати, можно было использовать отчасти также и другие, более старшие модели GoPro 9, 10 Black в видеоловушке. Но там более ограничена вот эта система видеоловушки тем, что, по-моему, должен быть все время включен задний экран, что, естественно, греет камеру. Поэтому там тоже не так все здорово. Если примерно на час в записи, то можно использовать более старшие модели. Если больше, то лучше GoPro 5 Black, ну, либо 8 Black в режиме 4К 30 кадров в секунду будет работать. Так, что понадобится, кроме самой камеры? Естественно, всякие кронштейны для крепления, переходники и внешнее питание. Обязательно через USB Type-C внешний аккумулятор, причем желательно на 20 000 мАч или на 10 000 хотя бы. И с двумя выходами USB, потому что по второму каналу вам нужно будет подключить освещение, потому что без освещения в большинстве случаев очень темно. И в синичнике, и в скворечнике, и даже 30 кадров в секунду, 4К, все равно темно. Шумы появляются. Поэтому вот у меня неполный набор перед вами освещения. Самый классный это вот такой, стабильно работающий, с гибким длинным проводом, который для GoPro Hero старых еще предназначен. Единственный недостаток то, что она ставится только, когда не установлена макролинза перед объективом. Если макролинза с макродактором установлена, то она уже, ее нужно где-то сбоку ставить. И поэтому для таких случаев я покупал вот такие светодиодные осветители через USB, маленькие, гибкие, вот этот вот гибкий. И к ним нужно еще отдельно питание. Вот этот, кстати, туго гнущийся. Ну, то есть не питание, а переходник, потому что нужно как-то... Нельзя же напрямую подключить к аккумулятору, нельзя, потому что нужно куда-то вынести этот аккумулятор, и нужно какое-то расстояние, провод. Желательно вот этот переходник, лучше, чтобы он был не гибкий, потому что гибкость, она в данном случае, наоборот, дополнительную сложность создает для размещения внешнего питания. Поэтому вот куча проводов, внешнее питание, причем самое интересное, что иногда самые умные внешние блоки питания, вот анкер у меня дорогой, на 20 000 мАч. Он позволяет, например, заряжать и работать камере Canon R5 и R5C, но при этом он не дает одновременно питать GoPro и внешнее освещение. То есть, стоит подключить внешнее освещение, то он отключает камеру, или наоборот. То есть, только по одному каналу питает, хотя у него там 3 или 4 выхода в наличии. 20 000 мАч, большая выходная мощность, но он почему-то два источника не питает. В то время как вот старые Yubao, Xiaomi, старые внешние источники питания, они у меня работают замечательно в этом плане. Ну вот, друзья, повторюсь, что вот этот вариант установки камеры на временное размещение, он требует чуткого слежения за реакцией птиц, потому что многие доплогнезники не кормят даже и птенцов в течение нескольких часов. И в принципе, когда птенцы достаточно взрослые, это не сильно страшно. Если совсем маленькие, еще голые и слепые, то тут час-два, это максимум, что вы можете себе позволить, без ущерба для здоровья птенцов. Особенно, если на улице прохладно или наоборот слишком жарко, потому что они еще не могут полноценно терморегуляцию осуществлять. Вот эти голые, беспомощные птенцы воробьиных птиц. Скворцов, воробьев, синиц, неважно. И поэтому, если птицы по каким-то причинам не кормят и не возвращаются греть птенцов и кормить, то тогда приходится отказываться от съемки вот таких осторожных особей и искать других птиц, более доверчивых или более смелых. Тут как повезет. По этой причине гораздо лучше устанавливать камеру вообще заранее, еще до строительства. Но я вот именно таким процессом не занимаюсь. Хотя есть те, кто ставят вот эти камеры наблюдения IP, так называемые, и ведут безостановочное наблюдение. Этот вариант самый лучший для птицы, самый лучший с точки зрения максимального изучения всех сторон гнездовой жизни дуплогнезников. И его я рекомендую тем, кто может себе это позволить. И есть возможность подключения вот этой IP-камеры. Соответственно, там нужен интернет, постоянное питание. Но это можно сделать, скажем, если где-то рядом с домом стоит скворечник или синичник. А у меня большинство моих построек висят где-нибудь у речки, в лесу. И поэтому там я наблюдаю именно эпизодически за разными стадиями. В первую очередь и главным образом кормления птенцов. Иногда ставил, в принципе, и в конце периода насиживания на синиц. Потому что большие синицы в моей практике ни разу еще не бросали гнезда из-за беспокойства. По крайней мере, с моей стороны. Поэтому вот там я иногда, если повезет, вижу, что птица возвращается в течение часа. То я могу понаблюдать и период насиживания непродолжительное время. А во всех остальных случаях, да, вот эта IP-камера будет выгоднее. Но качество их видео оставляет желать лучшего до сих пор. Я иногда нахожу неплохое относительно, но все равно не дотягивающее до вот этих маленьких камер GoPro. Как только будет что-то такое подходящее, может быть, я тогда и попробую. И, может быть, вы знаете такие варианты, которые сопоставимы. Дают полноценное 4К, 30 кадров в секунду или, может быть, даже 60. И при этом могут работать постоянно. Буду признателен за ваши советы. Думаю, не только я. Ну, а я поделился именно своим опытом. Что получается у меня, вы можете посмотреть на основном канале. Василий Вишневский. И этот канал, который вы сейчас смотрите, он технический. Советы натуралистам, фотоохотникам и видеографам. Всем пока, всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok